Всех рад приветствовать, дорогие друзья, на канале Тимуха Лайв. Случайных пользователей и все, кто уже давным-давно подписан. Сегодня расскажу вам об одной настройке, которую необходимо отключить. Отключая, не раздумывая эту настройку, которая даёт команды и читает всё на вашем экране от вашего имени. То есть, по сути, вы не давали это разрешение телефону, но там стоит галочка на против настроек, которая обозначает, что вы молдовали. Даже если вы отключаете, помните, всё, что вы отключили, когда вы обновляете систему, то есть, вы обновление забрасываете на свой телефон, эти все настройки автоматически включаете. Так что, если вы что-то сделали ранее, отключили по моим советам, просьба будет опять-таки зайти в настройки и это всё отключить, потому что вы будете удивлены, что эти все настройки включены. Так вот, на что это влияет настройка? Мы дальше будем разбирать, но первое, что хочу сказать, влияет на производительность. То есть, батарея быстрее садится. Если вы отключите процентов 5, батарея будет дольше держать. Это уже проверенный этап, так как я перед тем, что вам советую, я сам тестчу день, а то и два. Давайте будем отключать, не будем задерживать вас, не меня. Значит, переходим в настройки нашего телефона. И далее нам нужно найти такой пункт, который будет называться оптимизация производительности. Его мы будем очень долго искать. То есть, пункт этот будет находиться в спецвозможностях. Давайте вот здесь напишем просто в поиске. Сверху такое слово, как спец. Дальше не будем уже писать и нажмём поиск. У нас выбивается, вот видите, спец, спецвозможности. Этот пункт нас будет интересовать. Не другие, никакие. Просто если я буду сейчас находить эти настройки по пункту в каждой настройке, у вас может отличаться от моего андроида. Потому что настройки от одного андроида отличаются от другого. Значит, нажимаем спецвозможности. Далее, видите, опять-таки, нажимаем сюда. И дальше нас интересует меню специальных возможностей. Вот оно у нас, такое зелёненькое. У вас может немножко отличаться. Нажимаем сюда. И вот этот вот у нас настройка. Смотрите, что здесь пишется. С помощью большого экрана меню специальных возможностей вы можете блокировать телефон, регулировать громкость звука и яркость экрана, делать скриншоты и выполнять другие действия. Использовать сервис. Я это отключаю. Остановить сервис меню специальных возможностей. Нажмите остановить. Нажимаю остановить. Если я его вот включаю. Смотрите, что у нас следующее выбивается. Очень интересная настройка, друзья. Думаю, многие из вас её не знали. Разрешить сервису меню специальных возможностей контролировать ваше устройство. То есть, вдумайтесь, кто-то может благодаря вот этому сервису полностью контролировать ваше устройство. И неизвестно в каких целях. То есть, ваши фотографии, видео, пароли могут быть в полной опасности. Так как неизвестно, что этот сервис собой представляет. Полный контроль нужен приложением для реализации специальных возможностей. И не нужен большинству остальных. Первое. Это просмотр и контроль экрана. То есть, по сути дела. Вы смотрите какое-то видео. Вы смотрите какие-то там скриншоты. Вы смотрите банковские карты. Это всё может это контролировать приложение. Согласитесь. Кто не согласен, напишите своё мнение в описании. Мне будет интересно услышать ваше именно мнение. Значит, сервис может читать весь контент на экране и отображать контент поверх других приложений. И смотрите второй пунктик. Просмотр и выполнение действий. Сервис может отслеживать ваше взаимодействие с приложениями или датчиками устройств и давать приложениям команды от вашего имени. То есть, по сути, если вы зашли в какое-то приложение, сделали там, вышли, посмотрели и всё. Это же приложение может автоматически зайти в какое-то приложение, в тот же самый, где карты, там Сбербанк, Приводбанк. И сделать какие-то изменения. То есть, даже снять денег, по сути. Или же какую-то ещё стороннюю настройку, которую вы, по сути, не узнаете. Потому что это всё будет действовать от вашего имени. Я считаю, что это нужно отклонить. То есть, ни в коем случае нельзя давать вот этим вот настройкам доступ. Вот такое вот нехитрое приложение было очень, как вы видите, хитро спрятано на нашем устройстве. И оно, по сути, не имеет дальше существования, я так думаю. А вы тоже напишите, что вы думаете по этому поводу. Где у вас эти настройки были. Точно так у меня или как-то по-другому. Но помните, они есть на каждом андроиде. Их нужно отключать. Это моё чистое мнение. Вы там сами уже решайте. С вами был, как всегда, Тимоха Лайф. Если это видео понравилось, ставьте лайк. Если это видео наберёт всего на всё тысячу лайков, я для вас сниму ещё очень интересное видео. Тоже вот таким, по настройкам, которые нужно будет отключить. Всем пока. Не забывайте рассказывать о этом видео своим друзьям. Может, именно ваша помощь тоже будет им очень и очень полезна. Всем пока. До скорого. С вами был Тимоха Лайф. Подпишись. Не ленись на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok